Я пришел в этот Туцель заново, зайду сейчас в магазин, посмотрю, у меня, конечно, еще еда есть, да вообще дофига у меня еды, но я хочу, ну, не знаю, что-то такого, типа семечек, может, чипсов каких-нибудь, или йогурт, вот, наверное, йогурт возьму. Ну, в общем, я не знаю, очевидно, что они здесь дороже стоят, чем у нас, но я и у нас, наверное, таких йогурт не брал, я не знаю, сколько их нужно стоить, 8, 90 копеек, это вот с малиной, это херняк, это 23, вон 12, я помню, мы с мамой брали, вот, такой, наверное, возьму за восьмерку, это где-то 90 копеек, я, да, 92 копейки сюда, вообще, 6, короче, возьму вот такие кофе, пробую, в общем, я вот взял за 90 копеек, за 80 копеек, по-белорусски, здесь такая вообще 28 пром, 3.20, ну, у нас такая активия за литр будет 3.20, здесь за, ну, маленькую 3.20, в общем, дохера от чего-то, молоко вот здесь, я тоже вам про это говорил, дорого стоит, то есть тоже 3 рубля за молоко, у нас по рублю за молоко, наверное, потому что она местная, так, это что, печенье, какое-то, ну, такое даже не ем, шоколад, короче, сейчас пойду еще в семок, ну, и, наверное, эту пачку чипсов на скидке возьму, похаваю, конечно, не полезу, ну, ладно, один раз можно за приезд так сказать, и так, вот это вот все, 65 крон, 65 крон, или 7 рублей, подбиваю себе на этот пакетик, в общем, в целом, это с этой булкой вышло, ну, как-то многовато, 7 рубасов, 7 рубасов 50, скажем так, или 75 тысяч, я бы сказал, что это много, но, наверное, там чипсы 3 рубля, булка это рубль, ну, в принципе, рубль 50, что хотеть, ну, и йогурты 3 по 90 копеек, в принципе, оно столько и будет стоить, стоить, смотрите, сколько, 52, по-моему, или 42 за круассан, ну, а здесь булки по 2, по 2 рубля, а здесь, грубо говоря, по 5 круассан, разводиловка, в общем, иду сейчас на автобус, у меня проездной, и еду назад, ходить, покупать уже можно, булка прикольная, ну, наверное, химическая, ну, сейчас, у нас в лице есть лайки продают, пока, намного больше джема, я здесь один, наверное, ем, никто не ест больше, и я один в тапках, ну, ладно, видите, какой прикол, я здесь стою уже, может, минут 5, доел эту булку, и здесь на каждом автобусе написано, не наступуйте, или do not get on, по-моему, только вот 97-й едет, вот на каждом автобусе, уже автобусов, может, 7 проехало, ну, 5 точно, и написано, где наступуйте, типа, где никто не заходит, у него, типа, это конечный этап разворачиваться, я на этом поеду, 97-й, здесь 100-й, 154-й, на остальные все написано, не заходить, автобус большой, отсюда заходите, я приехал на то же самое место, туда я приехал тогда вечером, где что-то пахнет странно, я не знаю, чем даже, такой звук, ой, такой запах, ну, не очень приятно, плесень как будто бы какой-то, не знаю, из-за чего он может быть, на автобусе всего 2 остановки, и сейчас я вам покажу второй проход до общежития, то есть так, как я тогда шел вечером с чемоданом, идти, в принципе, нормально, потому что здесь плитка, в которой он едет, а потом асфальт, я бы мог, конечно, с тобой взять еще мячишу, пошел бы сейчас на поле понабивал, но, ну, я еще не брал, хотя много купить вот здесь, ну, вообще копейки будет стоить, не знаю, что это за дом, но вот там вот за ним уже было это общежитие, и что это вообще загорожено, еще колючая проволока, непонятно, что это такое, здесь прикол, дом чьи-то, и машина стоит, и рядом, вон, колючая проволока, тогда мы, по-моему, шли, это же самое, что я искал, да, ЭДУК, нет, образовательный центр, какой-то, в общем, рассказывал смешную историю, продолжаем, купил чипсы, там, три йогурта еще себе, вода у меня есть, но завтра еще тоже в магазин схожу, в общем, в группе моей пишут, что с карантина можно выходить в магазин, ну, вот я и в магазин вышел, так сказать, сказали, желательно, чтобы вам доставляли еду, доставкой, в магаз выходить можно, ну, раз можно, как говорится, это хорошо, в общем, рассказываю, отдаю, вот, продолжаем, нашел я в воскресенье 6 числа, уже когда должен был отъезжать переводчика, частную переводчицу с чешского на русский, вот, и договорился с ней, потому что она мне в понедельник как-то по-быстрому переведет, но я просрал уже бабло, можно так сказать, тогда был, потому что я в... ну, это такая карма какая-то, я не знаю, с чем она связана, я в субботу утром сделал тест ПЦР, он, типа, нужен для того, чтобы ехать в Чехию, сделал я этот ПЦР-тест, и после этого ПЦР-теста делал я его утром, часов 8, а в 12 я узнал, то, что оказывается, чтобы выехать в Белоруссии, нужен перевод на русский, натурально заверенный, я такой, охренеть, не может такого быть, вот я просрал на этом ПЦР-тесте 90 рублей, потому что делал его по-ускоренному, так как в воскресенье ПЦР-тест уже не работает, мне в субботу надо было по-ускоренному, в общем, сделали этот ПЦР-тест, и думаем, что же делать, не может такого быть, что они выпустят, это же какой-то прикол, должны по-любому выпустить, есть же на чешском версии. И по итогу. И по итогу. Напечатал я электронную эту подпись, да, на английском подтверждении, ну, потому что с английского легче переводить, и я думал, что за субботу смогут перевести и нотариально заверить. Отдал я опять на срочный переклад, ой, перевод, за... Здесь такая дорога вообще, капец, ночью еще нибудь подсветки, стрёмно будет. Отдал я на перевод за 60 рублей, особо по-срочному. Меня перевели с английского на русский, и повезли мы к нотариусу. Но я знал, что этого делать не надо, но все-таки меня опять же папа убедил. Не знаю, меня что-то папа часто убеждает делать какую-нибудь фигню. В общем, перевел я, живет эта дорога. Перевел я, поехали мы к нотариусу, и нотариус говорит, я такого привычка знаю, типа, ну, я вам, конечно, не могу это никогда заверить. Почему? Потому что там нету подписи. Электронная ей не подкатывает. Нету печати, нету подписи. Типа, если есть печать и подпись, то все спокойно заверяется. То есть, знаете, чтобы выехать, вам нужна печать и подпись. То есть, так вот, получается, я просрал 150 рублей. Ну, или вы просрали. По такому вот законам в Беларуси, потому что для выезда нужна веская причина на русском. Переведенная на русский. Ну, это прикол, наверное, это моя ошибка, потому что я не знал, как и в границу винить нельзя. Перевели мы это, и думаю, ну, поеду, все, пофиг, пускай с этим кость как прокатит. Тут хорошо, что маме нужна в голову идея. Мама говорит, сейчас я позвоню им на этот ГПК ГОФБАЙ, инфолиния, и спрошу, можно ли выезжать. С ненотариально заверенным. Звонит, или этот мужчина, короче, там на справки отвечает, нет, нельзя, только нотариально заверено, или мы его развернем на грейце. Такой, да не может быть. Потом позвонил ему сам, он мне то же самое сказал. И по итогу я понимаю, что не может такого быть. Захожу там в новости, начинаю читать статьи всякие, и оказывается, что это правда. И я пришел. Историю продолжим потом. Можно порубиться в футбол. Можно почитать. Можно и воды купить. Если она качественная, конечно. Так, вот такой вот йогурт за 90 копеек, в принципе. Ну, может, очень сладкий. Сколько сахара? Сахариды 13 грамм. Сахара 12. Ну да. Даже слишком сладко. У нас тут везде по 8, сюда здесь 13. Ну, ничего страшного. Вид такой. Боже, так и не пошел. 7 часов уже. Сейчас перекушу йогурт, буду делать уже. И так, в общем, сейчас я себе варю гречку. Это я сделал батон. Худун потек. Нет, огурец почистил. Достал масло. Кинул гречку. В общем, о, лайфхак. Свет. Гречка, сосиска. Это соседа. Сыр какой-то или что-то. Я не знаю. Так, ну что, в общем, я поел. Уже по моему посуду этого не показывал. Сейчас лежу тут видео, делаю, в общем, на YouTube, который я снимаю. Ко мне, кстати, засеялся еще один парень. Третий курс. Походу на улице, прикольно. Я могу выйти вам заснять. Я, кстати, так и сделал. Смотрите, не знаю, что будет видно. Но я вообще вырубился. Снимаю, как всегда, на эту камеру. Специальную. Снимаю, которую я мало поеду занимаюсь. Руководная. Ну, кстати, видно нормально. Девочки ведут. Ну, да, снимает нормально, почти как глазами. Такой вот разворот. Примерно показал мастерский. Тепло очень, 20 градусов. В общем, этот парень на права пытается сдать. Он уже третий круг делает. Вот это все время. Он для долго, может, минут 30 здесь. Короче, он просто гнеет по кругу. И пытается разберуться визуально, потому что права будет зная. Вот там вот. Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok